Какие вопросы, вернее ответы на какие вопросы мы рассмотрели вчера, кто помнит? Получается у нас из-за нашего греха мы получали смерть. На какой вопрос? Что мы должны с вами проповедовать? Был первый вопрос. Просто темно. Нам мешают проповедовать из-за того, что у нас есть страх. Что такое Евангелие? Благая Весть, совершенно правильно. Кто помнит точно выразить мысль? Это то, что Ишуа был мертв и воскрес на третий день за наши грехи. То, что он умер? Да, по Писанию. Был погребен и в третий день воскрес по Писанию. Да, по Писанию. Аминь, да. Где это записано? Это второе Коринфянам. А, первое Коринфянам. Первое послание Коринфянам. Пятнадцатая глава. Третий, четвертый стих. Павел говорит нам, что он напоминает нам Евангелие. Помните, да? Которого мы уверовали, в котором утвердили все. И также хочу, чтобы вы сказали, какие три основные части Евангелия? Микрофон берите, пожалуйста. Грех, спасение и спаситель. Совершенно правильно. Что включает в себя грех? Смерть. Это результат греха, наказание. Грех — это отвернуться от Бога, повернуться спиной к Богу. Совершенно правильно, да. То есть это как бы такое основополагающее того, что является грехом, да. И что Писание нам говорит по поводу греха? Что мы все согрешили и лишены славы Божьей. В результате греха, почему нам нужно спасение? От чего? Берите микрофон, пожалуйста. От смерти. Спасение от смерти. От последствия греха. Да, от наказания за грех. Да, от наказания за грех. И от чего еще? Возьмите микрофон. И от самого греха. Чтобы мы имели свободу от греха, да. Хорошо. И третья часть Евангелия? Спаситель. Спаситель. Кто может сказать, кто является Спасителем? Ишу. Нет другого имени под небом. Совершенно правильно. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись. Кроме имени Ишуа Мессии. Следующий вопрос был, почему мы должны проповедовать Евангелие? Возьмите микрофон и ответьте кто-нибудь. Потому что это сила Божия ко спасению всякому верующему. Аминь. Совершенно правильно. Так же мы говорили или отвечали на вопрос, каким образом мы должны проповедовать Евангелие? Не стыдясь и преодолевая всякий страх. Аминь. Совершенно правильно. Это в действительности те два чувства, которые мешают настоящему верующему, настоящему спасенному человеку, настоящему христианину проповедовать Евангелие. Это чувство стыда и чувство страха. Сегодня мы ответим на следующий вопрос. Кому мы должны проповедовать Евангелие? Кому мы должны проповедовать Евангелие? Итак, давайте посмотрим Римлянам 1.16. И что Павел говорит, отвечая на этот вопрос, кому мы должны проповедовать Евангелие? Микрофон берите, пожалуйста. Во-первых, Иудею, потом Елену. Совершенно правильно. Во-первых, Иудею, потом Елену. Расскажу вам одну историю. Мой руководитель, которого зовут Ави Снайдер, который был основателем служения евреев за Иисуса здесь в СНГ, или в бывшем Советском Союзе, да, он рассказывал, что его дочь однажды вернулась из детской школы в общине и пришла и сказала, папа, мы выучили стих Римлянам 1.16. И знаете, он очень обрадовался. Он говорит, ну давай цитируй, это мой любимый стих. И она стала говорить, ибо я не стыжусь благовестования Христова, потому что она сила Божия ко спасению всякому верующему. Снайдер спросил, продолжай. Она говорит, это все. Говорит, как все? Ты не сказала стих до конца. Она говорит, ну это все, чему нас научили в воскресной школе. После этого он сходил в эту воскресную школу, и сегодня там стихи учат до конца. Расскажу вам еще одну историю. Доктор Луис Гольберг, он ушел уже в вечность, был в действительности прекрасный муж Божий, он являлся директором по факультету еврейского английского в институте Муди. Он однажды служил в церкви и говорил на этот отрывок из Писания, Римлян 1,16, и говорил о том, в действительности, как важно свидетельствовать, во-первых, иудею. Один брат в церкви встал и сказал, доктор, ну то, что вы говорите, это старая концепция. Он говорит, почему? Ну посмотрите, в нашей церкви нет ни одного еврея. Он говорит, это не старая концепция. В вашей церкви будет столько евреев, сколько вы будете говорить им обешула. Итак, все же, что же происходит? Почему сегодня в действительности многие христиане, и когда я говорю христиане, я подразумеваю людей спасенных, настоящих верующих, сегодня многие все-таки отходят от мысли того, что нужно проповедовать Евангелие евреям, или относят это, знаете, как какой-то исторический просто контекст Писания, что это не является основой или в действительности основополагающим сегодня. Ну, скажу, во-первых, что я верю в то, что причина, по которой вы сегодня здесь все находитесь, это причина та, что вы верите, что Евангелие нужно сегодня евреям. Можете сказать на это аминь? Аминь. Но существуют в действительности многие те, которые христиане верят сегодня в теорию Двойного Завета. Вы что-нибудь слышали о теории Двойного Завета? Эта теория о том говорит, что существует как бы два Завета, в которых с одной стороны евреи находятся в Завете напрямую с Богом, и все другие, примкнувшие через Ешуа, присоединившиеся, также находятся во Втором Завете. И те, и другие получат спасение. Только одни получат через Ешуа спасение, а евреи получат по той причине, что они хорошие евреи, хорошие иудеи, потому что они соблюдают законы Моисея, они следуют Торе, и поэтому они смогут получить спасение. Дети Авраама, да, потому что они являются детьми Авраама. И знаете, эту теорию в начале 20 века распространял еврей по имени Франц Розенцвейх. Можете все отметить так, чтобы вы были в курсе. Франц Розенцвейх. Я скажу вам, что раввинам эта теория очень нравится. Потому что, если в действительности следовать такой теории, то, во-первых, христиане освобождаются от ответственности, чтобы проповедовать Евангелие евреям. Евреи в то же самое время освобождаются от ответственности, чтобы веровать в Мессию и Ешуа. И это очень выгодное положение для иудейской общины. Но на самом деле, если мы обратимся к Писанию, мы можем увидеть, что все Писания говорили вот о чем. Например, Моисея и еврейские пророки писали о Божьих обетованиях еврейскому народу. Во-первых, помните, да? Что Мессия должен был родиться именно среди евреев, да? Что Он должен был родиться не где-то в другом месте. Поэтому, если Иисус является исполнением этих пророчеств, то, конечно же, Он для кого? Во-первых, для евреев, да? И мы можем вспомнить, как сам Иисус говорил о том, что Я пришел для погибших овец дома Израилева. Также мы можем обратить наше внимание на Никодима, который пришел к Ешуа ночью. Вы помните, да? Евангелие от Иоанна, 3 глава. Если бы достаточно было бы того, чтобы Никодим был хорошим иудеем, да? То Ишуа бы не сказал ему, что тебе надлежит родиться свыше. Никодим был раввином Израиля, да? То есть он был человеком, который воспитывался в законе, соблюдал закон и, в принципе, был, ну, можно сказать, таким хорошим евреем, в смысле религиозным. Но Ишуа говорит ему о том, что ему необходимо рождение свыше. Сам Ишуа говорит о себе, обращаясь, знаете, не к другим народам, но именно к народу еврейскому. Он говорит, я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. И, знаете, другими словами я бы сказал еще так, что многие люди говорят о том, что существует много различных путей, как попасть к Богу. Ну, можно, да, какой-то? Представьте себе гору, да? И многие утверждают, что на эту гору есть множество различных дорог, которые в итоге приведут на саму вершину. И говорят о том, что сама вершина – это как бы Бог, да? И разными путями можно прийти на эту гору и прийти к самому Богу. То есть подразумевая под собой, что различные виды религии, различные виды вероучений могут привести человека к тому, что он в итоге попадет к Богу и будет спасен. Я могу сказать, да, к Богу он попадет. Но в отношении спасения это вопрос однозначный. Он не будет спасен, если он придет разными путями, кроме одного пути, о котором говорит Ишуа, что я есть истина, путь и жизнь. Также Ишуа говорит о том, что он – единственная дверь, через которую можно войти. И знаете, эти слова также были обращены и сказаны не к другим народам, они были сказаны в обращении к еврейскому народу. Обращаясь к еврейскому народу, он говорит, что я – есть единственная дверь, и никто не может войти к Отцу, как только через меня. Петр сказал, обращаясь, знаете, к толпе евреев, что нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Мы уже цитировали этот отрывок, да, Деяние 4, 12. На самом деле, обращаясь именно к евреям, Петр говорит о том, что есть единственная возможность, единственный путь, единственное имя, которое приводит ко спасению человека. Знаете, существует еще другое понимание того, что даже если следовать всему закону, то мы хорошо сегодня уже понимаем, что, во-первых, многие части закона невозможно просто исполнить, по той причине, что хотя бы не существует храма. Это первое. И второе, что даже когда был храм, то невозможно было исполнить весь закон. Поэтому каждый год приходилось приносить жертву, да, для того, чтобы покрывать свои грехи и идти дальше. И мы знаем, что только единственный, Ишуа, который смог исполнить весь закон. И в результате чего мы можем приходить ко спасению, веруя в него и следуя за Богом через ту жертву, которую он принес на Голгофском кресте. Существует еще другое учение, которое называется... Которое является как бы ответвлением от теории Двойного Завета. Оно говорит, что евреи уже спасены, потому что они часть Завета с Авраамом. Многие также евреи верят, что когда эти особые отношения с Богом означают, что у всех евреев автоматически будет место на небесах. Ну, это опять же... Да, что часть Завета Авраама, что все евреи являются частью Завета Авраама, и что у них автоматически как бы будет место в небесах. Да. Но мы должны помнить, что евреи действительно являются избранным народом. Но для чего они были избраны? Они были избраны для того, чтобы быть вещателями славы Божьей, вещателями того, что есть единый и всемогущий Бог. Они были избраны для того, чтобы стать свидетелями Творца неба и земли. Но они не были избраны к тому, чтобы автоматически быть спасенными. Иначе бы им не нужно было, как я уже сегодня упоминал, да, праздник Йом-Кипр, когда нужно было приносить жертву, и не нужно было бы им подходить к этому празднику и к жертвоприношению с верою, с покаянием в грядущего Мессию. То есть, они бы тогда ничего бы этого не делали, они бы автоматически все, рождаясь в еврейской семье, становились бы спасенными. Но это неправда. Поэтому евреи действительно избранный народ, но избранный для того, чтобы быть свидетелями Божьей славы. Знаете, вообще скажу, что это на самом деле очень печально, что многие христиане не делятся Евангелием с евреем, потому что они верят в разные какие-то такие теории. Но еще более печально, это когда не делают из-за каких-то, знаете, бытовых таких условий. Например, из-за дружбы с евреями, когда они хотят просто обидеть какого-то еврея тем, что он ему скажет правду, что в итоге, если ты не примиришься с Богом Авраама, Исаака и Якова через жертву Мессии, то тебя ждет вечная смерть. Один наш миссионер приехал в один небольшой городок и решил поздороваться с местным пастором. И когда он представился и сказал, что он из евреев за Иисуса, пастор сказал, знаете, я бы попросил, чтобы вы у нас в церкви ни о чем не говорили. И он спросил, почему? Он говорит, ну я скажу вам честно, у меня очень хорошие отношения с двумя местными раввинами. Если вы выйдете за нашу кафедру, эти отношения тут же оборвутся. И я не хочу портить отношения со своими друзьями из-за того, что вы выйдете за нашу кафедру. Я скажу вам, этот человек хотя бы был искренен и сказал правду. И, знаете, он выглядел как настоящий христианин. Но что-то было не так все-таки. Потому что человеческие отношения он ставил выше, чем то поручение, которое Бог дал каждому спасенному человеку. Существует еще также одна теория, которая называется богословием замещения. Наверное, вы слышали, да? Теология замещения. И по этой причине люди, которые придерживаются богословию замещения, они говорят о том, что евреям проповедовать это просто исторический приоритет. На сегодняшний день это не является уже фактом и не является основанием. И, знаете, это на самом деле трагическая ошибка. Утверждением является то, что в действительности сегодня церковь, она заменила Израиль как избранник. Это основной пункт этой теории. Многие уходят глубже в этой теории. Они утверждают то, что все благословения, которые предназначались Израилю как народу избранному, они перешли на церковь. А вот все проклятия остались они Израиле. И в результате этого они говорят, что, естественно, проповедовать евреям абсолютно нет никакой необходимости. Но мы должны помнить, что говорит Ребе Савл, апостол Павел в Римлянам 11.29. «Ибо дары и призвания Божия не приложены». Давайте обратимся сейчас к книге «Исход», 19 глава. И прочитаем 5-6 стих. Это действительно замечательный отрывок, который говорит об избрании, избрании Богом народа Израиля. Пожалуйста, кто-нибудь возьмите микрофон и прочитайте. «Исход», 19 глава, 5-6 стих. 19 глава, 5-6 стих. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Смотрите, что здесь говорится. Это очень интересно, что вновь мы встречаемся с этим условием. Вы помните, да, мы вчера несколько раз говорили об этом, что и оно повторялось, да? Здесь говорится, «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой». Снова Бог обращает наше внимание на то, что наше ухо должно быть открыто для того, чтобы слышать то, что Он говорит. И после того, когда мы слышим, мы должны что делать? Исполнять. И знаете, когда Бог говорил с народом израильским, постоянно существовало это условие. Ты должен меня слушать и ты должен исполнять. В результате чего ты будешь моим народом, в результате чего ты будешь иметь благословение. Если вы вспомните Второзаконие 28 главу, многие, наверное, из вас это хорошо знают, да, цитируют и так далее, это глава благословений и проклятий. И она также начинается со слов. Если ты будешь слушаться и исполнять, то ты будешь выше всех народов. Ты будешь ходить благословение. И благословение, оно будет везде. При выходе, при входе, плод чрева, плод на полях и так далее, и так далее. Но если ты не будешь слушать, и если ты не будешь исполнять, то придут в твою жизнь проклятия. И вот здесь Бог говорит, обращаясь к народу израильскому, Он говорит, «Итак, если вы будете слушать глаза Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля». Что такое удел? Собственность, да, совершенно правильно. Это, как сегодня мы любим выражаться, частная собственность. Частная собственность, да. И сегодня все желают иметь свою частную собственность, чтобы что-то нам принадлежало, да. Итак, если вам что-нибудь принадлежит все-таки, да, у вас есть какая-нибудь частная собственность, что вы с этой собственностью делаете? Первую очередь, что вы с ней делаете? Вы заботитесь о ней, правильно? Храним и возделываем, заботимся, да, о том, чтобы она не разрушалась, ничего плохого с ней не происходило, да, для того, чтобы она могла хорошо нам что? Послужить. Вы понимаете, да? Послужить. И вот интересно, что Бог говорит, обращаясь к народу израильскому. Он говорит, что если вы будете слушать и исполнять, то вы становитесь кем? Моей частной собственностью. Ну, просто подумайте. Если мы с вами немного могущие, да, заботимся о своей частной собственности, чтобы она хорошо нам служила, насколько больше Бог будет заботиться о своей частной собственности и насколько о действительности Он заботится о своей частной собственности, чтобы она была всегда, что? В порядке и всегда могла быть пригодной для служения. Аминь. Читаем шестой стих. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам израилевым. Итак, Бог говорит, что когда народ израильский становится его частной собственностью, то он становится не просто собственностью, он становится кем? Царством священника и народом святым. Кто знает вообще, что делает священник? Какие обязанности священника? Вот смотрите, то, что вы искали, да, приносит жертвы, молится, ответственность за народ несет, это что? Это служение, которое обращено куда? В сторону народа, правильно? Но священник также несет еще служение, обращенное в сторону Божью, правильно, да? То есть он выступает в своем роде как посредник, вы совершенно правильный, между Богом и народом, да? Ну, когда есть, допустим, один священник или есть много священников, ну там, которые служат при храме, да, понятно, что есть даже целое колено, да, левит, которое с одной стороны служило другим одиннадцатиколенам Израилевым, да, и с этой стороны оно служило Богу. Но если Бог говорит, что весь народ является священником, с одной стороны мы понимаем, что он служит Богу, но кому он будет служить тогда с другой стороны? Вот, вот это в действительности есть истина, что с другой стороны он будет служить другим народам. Это то избрание, к чему Бог призывает и избирает еврейский народ. Знаете, многие говорят, ну, евреи же избраны для того, чтобы быть богатыми людьми, для того, чтобы быть умными людьми, для того, чтобы быть знатными людьми. Знаете, в действительности это как отголоски можно сказать того особого призвания, которое есть. отголоски. Но на самом деле они к этому не призваны. Они призваны к тому, чтобы быть свидетелем. Посещая множество евреев по квартирам, мы встречаемся с людьми, которые, знаете, не совсем богаты, а многие даже находятся за чертой бедности. Не совсем даже умные, а очень многие, которые, знаете, и далеки вообще от разума, к сожалению. И это, как я скажу, даже результат того проклятия, которое есть в главе 28, помните, да? Если вы внимательно прочитаете по поводу того, что не будут соблюдать, то в действительности там сказано, что будут человека преследовать и сумасшествие, и, знаете, осмеивание со стороны других народов. Все то, что там перечислено, весь наш еврейский народ, он все через это проходит и проходил и постоянно в этом находится. И все это то, что сказал Бог там в 28 главе. Поэтому я скажу, что в действительности есть умные, но есть и неумные. Есть богатые, есть находящиеся далеко за чертой бедности. Есть разные евреи. Но призвание и тех, и других в действительности в Боге есть одно. Это находясь на любом месте, оставаться свидетелем того, что есть Творец неба и земли. Бог Авраама, Ицхака и Якова. Исайя 49 глава 5-6 стих. Давайте запишем несколько стихов из Писания. Исайя 49 глава 5-6 стих. Исайя 52 глава 7 стих. 62 глава 6-7 стих. Исайя Исайя 49-5-6 52-7 62-6-7 Это отрывки из Писания, которые говорят о том, что Израиль призван возвещать о живом Боге. чтобы Он взошел на возвышенность и провозглашал о спасении Божьем. Еще Исайя 49. Очень великолепный отрывок из Писания. Исайя 49 является девизом евреев за Иисус. Исайя 49. А, читать? Можем ознакомиться, да, с некогда. Давайте прочитаем 40-ю главу 9-й стих. Возьмите, да, кто может микрофон, прочитайте. Исайя 49. Взади на высокую гору, благовестующий Сион, возвысь силу голос Твой, благовестующий Иерусалим, Возвысь не бойся, скажи городам иудинам Вот Бог ваш. Аминь. Давайте запишем еще Исайя 43, 10, 12 и 21 стих. Исайя 43 глава 10, 12 и 21 стих. Евреи свидетели Божьи когда живут с Богом и свидетели в плену в рассеянии когда живут без Бога. Евреи свидетели Божьи когда живут с Богом и свидетели в плену в рассеянии когда живут без Бога. И свидетели в плену в рассеянии когда живут без Бога. Аминь. Давайте вернемся сейчас К апостолу Павлу Кто помнит К кому был Павел послан? К язычникам То есть его посланничество заключалось в том, чтобы идти и проповедовать Евангелие кому? К другим народам, да? К неевреям И кто помнит, когда Павел приходил в какой-либо город С чего он начинал свое служение? Вы знаете, Павел что-то знал особенное Сначала Иудею Да, поэтому здесь в Римлянам 1.16 он именно и говорит об этом особенном Что, во-первых, Иудею Зная эту особенность и зная призвание Божие по отношению действительности к еврейскому народу Павел знал, что даже служение к язычникам нужно начинать со служения к евреям Захария Я не помню точно, 12 глава 10 стих, да? Что за полу одного иудея ухватится 10 язычников Надо посмотреть Восьмая глава Восьмая глава, какой стих? 8.23, да? Захария 8.23 Говорится, за полу одного иудея ухватится 10 язычников Знаете, в этом есть в действительности особенная правда Мы, евреи за Иисусом, мы всегда ставим приоритет, да? Во-первых, иудею Как написано здесь в Римлянах 1.16 Мы выходим на улицы города Мы свидетельствуем по домам и так далее И мы всегда начинаем свое служение Во-первых, иудею Ну, знаете, открою вам один секрет В наши сети Всегда попадает больше неевреев Чем евреев И И, знаете С одной стороны, может быть, это удивительно Потому что мы выходим свидетельствовать больше евреям, да? Но, с другой стороны, может быть, это абсолютно нормально Потому что неевреев больше, да? Чем евреев Но причина заключена в том Что когда мы свидетельствуем Мы свидетельствуем всем Мы ставим приоритет Во-первых, иудею Потом И другим Но Ставя даже такой приоритет Как говорит Бог через свое послание Через апостола Павла, да? Мы все равно достигаем Больше неевреев Чем евреев И Мы, знаете Мы не выкидываем неевреев Мы также им служим Потому что Все призваны люди Ко спасению И нужно свидетельствовать Каждому человеку Но Нужно помнить Что приоритет есть И апостол Павел Он знал в действительности Что это Приоритет Так же и сегодняшнего дня Но не только Исторического какого-то фона Прошлого Давайте отметим Некоторые стихи Из Писания Деяние 13 глава 4-5 стих 14 глава 1 стих Просто запишите А потом мы их Прочитаем Деяние Деяние 13 глава 4-5 стих 14 глава 1 стих 16 глава 11-13 17 глава 1-2 И 10-й Стих 17 глава 1-2 10-й 16-й 17 стих Там же 17 глава 16-й 17 стих 18 глава 1-й 4-й 19 глава 8-й 28 глава 16-й 17 стих 28 глава 16-й 17 стих Эти все отрывки Из Писания Они говорят О служении Павла О том Что когда Павел Приходил В какой-либо город Он начинал Своё служение В синагоге Ну я прочитаю Некоторые из них Сию Быв посланы Духом Святым Пришли Селевкию И оттуда Отплыли в Кипр И быв Соломине Проповедовали Слово Божие В синагогах Иудейских Имели же При себе Иоанна Для служения В иконе Они вошли Вместе В иудейскую Синагогу И говорили Так Что уверовало Великое множество Иудеев И еленов Пройдя через Амфиополь И Аполлонию Они Пришли И Фессалонику Где была Иудейская Синагога Павел По своему Обыкновению Вошел К ним И три Субботы Говорил С ними И с Писанием И можно Продолжать Продолжать И продолжать Везде Куда ни приходил Павел Он начинал Своё служение Синагоге А? Павел Признавал Божие призвания Евреев И его план Всемирной Евангелизации Даже несмотря На то Что он был Апостолом Язычников Павел Вы хотите Записать Это, да? Павел Признавал Божье призвание Евреев И его план Всемирной Евангелизации Даже несмотря На то Что он был Апостолом Язычников Повторить? Павел Народ признавал Божие призвания Евреев И его план Всемирной Евангелизации Даже несмотря На то Что он был Апостолом Язычников Фактически Он видел Апостолом Это может быть Кто-то Кто-то еще Находится Среди Евреев Закрытыми Глазами Покрывало На глазах Благодаря Этому Еще другие Язычники Могут Приходить Ко спасению Но Когда Они Войдут В спасение То это Будет Полнота Миру Знаете Самый лучший Способ Остановить Божий план Это перестать Свидетельствовать Евреям Перестать Свидетельствовать Евреям Евреи Нуждаются В послании Для того Чтобы нести Его Им нужно Дать это Послание Мы читали Сегодня Исайя 40 глава 9 стих Там написано Взойди на Высокую гору Благовествующий Сион Возвысь Силой Голос Твой Благовествующий Иерусалим Возвысь Не бойся Скажи Городам Иудиным Вот Бог Ваш Бог Обращается К евреям И говорит О том Чтобы Они Взошли На Высокую Гору И Возвысили Голос Свой Но Для того Чтобы Возвысить Голос Свой Для того Чтобы Сообщить Другим Евреям О спасении Сообщить Евангелие Нужно Самим Иметь Это Евангелие Человек Может дать Только то Что он Сам Имеет И он Не может Дать Того Чего У него Нет Для того Чтобы Евреи Могли Возвысить Свой Голос И Исполнить Своё Призвание Своё Избрание В Божьем Плане Им Нужно Дать Евангелие И мы Все Как евреи Так и Неевреи Должны Действительности Делать Это Давать Евреям Евангелие Чтобы Они могли Возвещать Его дальше По всему Миру Исполняя Избрание Божие Мы можем Сказать на это Аминь Хочу Закончить На последнем Ответе На вопрос Когда Мы должны Проповедовать Для этого Давайте Прочитаем Послание К Римлянам Первую Главу Но в этот раз Пятнадцатый Стих Послание К Римлянам Первая Глава Пятнадцатый Стих Послание К Римлянам Первая Глава Пятнадцатый Стих Кто Может Прочитать Да Итак Что До Меня Я Готов Благоветствовать И вам Находящимся В Риме Итак Мы можем Ответить На вопрос Когда Мы должны Проповедовать Исходя Из того Что говорит Павел Что Что касается Его То он готов Идти Проповедовать В Рим Это означает Что он готов Проповедовать Когда Всегда Здесь очень простой Вопрос И простой Ответ Когда мы должны С вами Проповедовать Евангелие И мы должны Знать Что Это Всегда Мы должны Быть готовы К этому Всегда На любом Месте Удаляя Всякий Стыд И всякий Страх Мы должны Говорить Людям О спасении Для того Чтобы они Познали Мессию Ишуа И я Вкратце Напомню Мы говорили О том Что мы Должны Проповедовать Благовестие Евангелие То есть Что Иисус Умер За наши Грехи И воскрес Из мертвых Евангелие Содержит В себе Три части Грех Спасение Спаситель Все люди Согрешили Лишенной Славы Божьей Спасение Каждый Человек Нуждается Спасении Потому что Наказание За грех Это смерть И для того Чтобы получить Спасение Нам нужен Спаситель Потому что Без пролития Крови Не может быть Прощения Мессия Ишуа Единственный Тот Который В действительности Приводит Человека Ко спасению Потому что Только его Именем Евангелие Потому что Но есть Сила Божья Ко спасению И нет Другой вести Которая бы Спасла бы Человека Мы должны Проповедовать Не стыдясь И без страха Хотя Эти чувства Очень часто Приходят Дьявол Он пытается Задушить нас С помощью Страха И стыда Чтобы мы Остановились В проповеди Евангелия И перестали Говорить о Боге Помните Что записано В Матфее 10.32-33 Иисус говорит Что Кто отречется От меня Отрекусь От того и я Кто исповедует Меня перед людьми Того исповедую Я перед Отцем моим Небесным Мы должны Проповедовать Во-первых Иудеям И помнить Что в действительности Это очень Важный шаг Потому что Евреи призваны К тому Чтобы нести Благую весть По всему миру Это не говорит О том Что не евреи Освобождены От того Чтобы проповедовать Евангелие Нет Поручение Проповедовать Евангелие Дано каждому верующему Если вы помните Когда Мессия Возносился Он сказал Идите И научите Все народы Крестья их Во имя Отца Сына И Святого Духа Это поручение Обращенное К каждому Спасенному человеку Но у евреев Есть особое Избрание И призвание На это служение Поэтому В первых Всегда делитесь Евангелем С евреем Вы увидите Что много неевреев Будут получать спасение Во время вашей проповеди По отношению К евреям И так же Не забывайте Что проповедовать Нужно всегда Я скажу на это Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok